Всем огромный привет! Поговорим сегодня о влоге канала Новый День. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на YouTube канал. Ну, а что происходит в жизни Оксаны? Она по-прежнему в больнице. Я не знаю, что это такое, но у неё на руке какой-то браслетик, вроде всё включено. Наверное, это какая-то такая вот отметка о столе. Так я себе думаю, какой там стол? Первый, второй, третий, десятый и так далее. Скорее всего. Иначе как это ещё можно объяснить? Как вы считаете, напишите в комментариях, пожалуйста. А возможно, этим браслетиком отмечают всех пациентов в больнице. К примеру, вот идут они гулять, и чтобы знали, что вот этот человек сейчас вот находится в такой-то, такой-то больнице. Ну, это глупо, конечно. Это раз. Во-вторых, их никто никуда не выпускает гулять. Это два. Так что, скорее всего, этот браслетик – это приоруженность к какому-то диетическому или не очень столу. И Оксана, конечно, говорит о том, что скорейшего выздоровления ей желают. Да, как-то вот грубо Оксана говорит. Бруки, серги. А теперь ещё и скорейшего добавилось. Говорит она, что чувствует себя хорошо, но вот вы знаете, при всём при том, она не смотрит в камеру. Она куда-то смотрит вбок. Почему не смотреть в камеру? Ну, наверное, потому что она всё-таки где-то нам врёт. И если, когда она говорила о том, что вроде как чувствует себя хорошо, более-менее ещё в камеру смотрела, то тогда, когда она начала говорить о том, что всё хорошо, и ей хватает интернет-общения какого-то, и они на видеосвязи с мамой, с папой, с Леной… Особенно мне понравилось, когда Оксана сказала, что, ну, Лена первая была, кто дала себе знать, когда Оксана в больницу попала. И Лена первая хотела приехать. В общем, Лена, 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 Ленок, ну и так далее, да. Оксана вообще не смотрела в камеру и тёрла нос. Это о чём-то договорит. Оксана выгораживает Лену. Вот только для чего она это делает, я не понимаю. Я уверена, что если бы была ситуация с точностью до наоборот, если бы Лена попала в больницу, да ещё и вот так вот внезапно, как Оксана, то Оксана, конечно же, прибежала бы, прилетела бы к ней на всех парах. Правильно? Правильно. И Лена, если бы Оксана не приехала бы к ней, Лена Оксану смешала бы с грязью. А Оксана, видите, как выгораживает Леночку. Оксана не хочет Леночке сделать больно. Оксана хочет быть всем хорошей. А потом она стала говорить, что, оказывается, она вообще сама запретила всем приезжать. Думаю, ну нормально так. А почему? Ну почему запретила приезжать? А тем более Оксана показала, там есть место для встречи родных и близких, так сказать, да? Да, неудобно, да, в коридоре, да, какой-то такой проходной момент. Но, тем не менее, люди приезжают, и Оксана говорит, тут никогда не бывает свободно. Просто благодаря тому, что сейчас вот выходные, тут вот, да, можно даже поснимать. То есть людей нет сейчас. А вообще в будние дни тут всё занято. Ну, тогда я вообще не могу понять, почему Оксана запретила именно к ней приезжать. Другим-то приезжают, и нормально. И говорит, что, мол, далеко ехать, и дорого, если на такси, и общественный транспорт тоже плохое автобусное сообщение. В общем, всё не то, всё не так. Лучше, мол, оставайтесь там, где вы есть, нас выручит видеосвязь. И тут же она говорит, что вот она хотела бы, конечно, ездить домой ночевать. Думаю, так ты же говоришь о том, что плохое автобусное сообщение о такси – это очень дорого. И самый дешёвый эконом-вариант около двух тысяч или двух с половиной тысяч, что-то около того Оксана сказала. И в то же время ты хочешь домой ездить ночевать. В общем, как-то не то. Правда ведь? Не сходится что-то. Где-то Оксана хочет соврать, где-то она забывает, что она только что соврала. И получается вот такая вот неразбериха. Но папа приезжал, да, даже заезжал туда вот к Юре, взял какие-то вещи Оксаны и привёз ей. И Оксана, конечно, рада и счастлива. Ну да, конечно. Лучшие родители на свете у каждого ребёнка, это понятное дело. Но так как Оксана, к этому мужчине вот относятся папа, 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 так Лена не папкает, как Оксана. Хотя, в принципе, Лена родная дочь этого человека. В отличие от Оксаны. Лена поехала на дачу с мамой и много дел там уже переделали. Ой, Оксана, я снова, она смотрела в сторону и снова чесала нос. Очень я сомневаюсь в том, что Лена поехала на дачу и ещё больше сомневаюсь в том, что Лена там хоть палец за палец ударила. Но Лена не будет на даче впакивать, как Оксана. Не будет она ни листья собирать, не будет она траву косить. Ничего она не будет делать. Но видите как, Оксана выдаёт желаемое за действительное. Хотя, возможно, вы знаете, Лена и занималась вот этим всем. Но опять же, не в полную силу. Я ещё не смотрела влог Лены. Надо посмотреть и понять, чем Лена там действительно занималась в даче. Ну, или не занималась. Говорит Оксана о том, что у неё в палате бабушки. Все там три или четыре бабушки. И одна женщина, как её мама. То есть её мама вообще не бабушка. Ну да, её мама девочка. Помню, помню. Ну, а с её бабульками. Да, Оксана так и говорит. Мои бабульки. Удивительно просто, да? Мама её девочка, а все остальные бабульки. Уникально. Ведь, в принципе, возраст этих самых её бабулек плюс-минус такой же, как и возраст её мамы. Хотя нет, одна там есть действительно 90-летняя. Уже там 93, что ли, года Оксана говорит. Но это исключение из правил. В основной своей массе все плюс-минус такого возраста, как её мама. Но её мама девочка, да. Интересно, до какого возраста её мама будет девочкой? И до какого возраста Лена и Оксана будут девочками? Вопрос, конечно, риторический, но тем не менее. Интересный. Душа у них в палате нет. Есть, я так понимаю, одна душевая кабина на весь этаж. И то по разрешению врача. Условия, конечно, те ещё. Ну, хотя бы раковина есть в их палате. И туалет есть. Уже хотя бы это хорошо. И вроде как Оксане какая-то санитарочка разрешила сходить в этот душ. Так как выходной день и врача на месте нет. Оксана, конечно, воспользовалась этой возможностью и намылась. Так Оксана и сообщила нам. Почему не намылась? Просто удивительно. Обычно Оксана говорит, я намылась. А тут прям исправляется Оксана. Не знаю, как надолго её хватит. В следующий раз обязательно скажет. Я намылась. Я искупалась. Ну и так далее. Чёлка у Оксаны, конечно, да. Всё так же на половину лба. Половина лба лысая, а половина лба прикрыта чёлкой. Это что-то с чем-то. Ну, неужели Оксана сама этого не видит? Или убрала бы вообще волосы. Туда вот чёлку, да, свою хвост куда-нибудь, прическу. Куда угодно. Открыла бы лоб. Или уже бы нормальную форму чёлки сделала бы себе, да. В парикмахерской попросила бы исправить ситуацию. Я думаю, мастера бы пошли бы навстречу Оксане. И всё-таки ей какую-то нормальную чёлку оформили. Но нет, Оксана не хочет, видимо, быть. Как все, она хочет выделяться из толпы. Ну, вот и выделяется, как может. Ну, а Юра тоже снял видео о том, как он был в Ашане. И говорит, вот скоро Оксана вернётся. Ага, думаю, значит, скоро выписывают. Ну, уже хорошо, да. Вроде как, действительно. Ну, чего там сидеть, если на самом деле хорошо уже всё. Со здоровьем более-менее. Он мясо купил, грибы купил, шоколадки аж две. Дыню. Ну, дыню он купил не для Оксаны. Он купил дыню для себя. А потом, как сестра приезжала, привезла какие-то там напитки алкогольные. Эти алкогольные напитки гурман Юра может закусывать, простите, только дыней. Опять же, насколько я поняла Юру. Ну, в принципе, на этом влог закончился. Что да как будет дальше, посмотрим. Понятное дело, что Оксане в больнице снимать особо-то и нечего. Ну, что могла, то и снимала. Ну, что она сняла, то мы и обсудили. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok